Субтитры сделал DimaTorzok В общем, вообще не напрягаясь, во всех секциях С выбивал спокойно И, короче, даже режим аркада оказался очень простым Я думал, что будет посложнее, конечно, потом попробую более поздние этапы Может быть, они куда бодрее, ну, короче, вот эти вот, которые доступны Ну, такие себе Кроме того, хотел сказать следующее, что не особо... Вообще ничего не дают за это, вообще ничего за это не дают Короче, как-то очень-очень странно сделали они, конечно И еще один моментик Мне сказали, что охоту, в принципе, я могу выполнить сейчас Просто мне самому нужно... Что сделать? Открыть части локации, да? И, в общем-то, все И там эти враги будут Смотри, что-то, во-первых, есть Давай сначала посмотрим, что у нас тут имеется, да? А потом пойдем по сюжету все же Вот, что-то новенькое, смотри Вот Упряж амброзии Ага, ну понял, короче, да Но это, видимо, не все Что-то здесь, может быть? Рабочий стол, что-то пришло, смотрите Птица Куэй нет равных Прости, что заваливаю тебя своими дурацкими письмами Все можно было бы обсудить лично Однако, на каждый день, проведенный вместе У нас приходится по два в разлуке Я была рада услышать, что ты нашел амброзию Или теперь ее должен назвать Белое сердце Помню, ты упоминал, что твоя Чокоба Рискнула своей жизнью, лишь бы спасти тебя В ту ночь у врат Феникса Прошли годы, а она занимается все тем же Защищает других Не все меняются со временем Верно, Клайв? Ну, прикольно, что, знаешь, это оказало на мир какое-то влияние Ну, здесь, типа, понятно, что, типа, никакого влияния на самом деле нет Ну, типа, создается видимость, да? Пустынный союз Сид 2, надеюсь, ты простишь меня Своеобразное испытание, которое я устроил вам с дядей Впрочем, людям твоей профессии известно Что кредит доверия нужно завоевывать Особенно в нынешние времена Благо, моего расположения ты добился А лишиться его будет непросто Надеюсь на то, что наши отношения станут плодотворными Возвращение домой Прости за то, что случилось в Разолите Не представляю, чем бы все закончилось Если бы вы с Гэвом и Торголом не пришли на выручку Вновь ты оказался рядом Когда был так нужен За что я буду вечно благодарна тебе Безмерная грусть наполнила мое сердце При виде горящего и рушащегося города Который я считала своим домом Но оглядываться назад некогда Мы должны сосредоточиться на том Что есть сейчас А воспоминаниям предадимся Когда сладим со всеми бедами Джилл Ну все, пойдем Нам надо сейчас, подожди, открыть карту И здесь вот, да Наша миссия Снова долимил ин А, еще забыл момент Там кое-что можно было забрать Короче, смотрите Вот здесь вот Я что-то там смотрел Дневник, подожди-ка Предметы Где же я видел это все? Характеристики Снаряжение Способности Система А, вот здесь Смотрите Можно забрать очки ученого Увеличивает количество Получаемого Опыта на 10% Потом здесь Увеличивает количество Подбираемых гиллов На 25% Не знаю, что это такое На самом деле При виде Короче, храброе сердце Оружие И луковый меч Оружие Ну-ка посмотрим Я могу его поставить Куда-нибудь А, оно все хуже уже, да? Надо было раньше брать Печально досадно Но, может быть, потом Можно будет его улучшить Это, видимо, за делюксы здания дают Но я этим так и не воспользовался ни разу Ну, по крайней мере, могу использовать Воспользоваться Теперь Как он называется-то Внешним обликом Да, сменить его Так, реку я нашел А вот-то где? Вон он Отто, извини, что опоздал А, Клайв Я тут прошелся по окрестностям Думаю, здесь будет удобнее всего Кажется, никто, кроме Блэкторна Не считает, что эту его звездную пыль Можно использовать в ковке Бери, не хочу Любой дурак может себе пару мешков набить А мы с тобой, дураки сообразительные И наняли телегу Тонко подмечено Ну, за дело А, слушай, а водичка красивая, да, такая? Что-то у нас вот там Ну, у меня такое ощущение, что не так все просто, да? Было бы забавно, если бы на самом деле мы просто бы собрали чуть-чуть Вот Это и есть звездная пыль По-моему, это просто черный песок Забавно на самом деле Звездная пыль, по-моему, есть в каждой финалке Да и вообще во многих японских ролевых играх И не всегда есть применение, что самое смешное Даже вот не помню, я сейчас сделаю Да, небольшой такой тизер Я уже до того, как, короче Случилось, что случилось Я делал прохождение на бусте The Legend of Dragoon Это типа прохождение потом в итоге выйдет на основном канале Это старая игра, кто, может быть, помнит Вот, и там как раз тоже была звездная пыль И я не знаю, зачем она там нужна А игра хорошая, кстати, потом покажу обязательно Как закончу работу Пока что мне хватит Посмотрим, как там Отто Там просто проблема в чем? В The Legend of Dragoon Очень плохой перевод на английский Поэтому приходится некоторые диалоги самому писать С нуля, да Настолько там вообще весело А японского я не знаю, так что хрен его знает Приходится додумывать многие вещи Но игра хорошая, вообще замечательная Тем более сейчас она, по-моему, на PlayStation 5 доступна в PS Plus Сколько ты набрал? Надеюсь, достаточно Больше, чем я Тут Blackternu не на что жаловаться Но он все равно найдет причину Эй, Клайв Пройтись не хочешь? Сид бы гордился Чем? Тобой, дуралей Тем, как ты продолжил дело его жизни Когда мы впервые встретились, я увидел избалованного щенка Который любил кусать руку, что его кормило Но пять лет спустя Кормишь нас уже ты Я в тебе ошибся и рад этому Ты не ошибся Но благодаря Сиду я изменился И благодаря тебе Когда я вызвался занять его место Именно ты первым меня поддержал Никто другой с этим бы не справился А я не справился бы со всем этим без тебя, Отто Ой, брось Доставляешь тарика краснеть Я лишь выбрал надежду вместо ужаса и уныния Да, я дал тебе шанс А ты им умело воспользовался Ты собрал кучку бездомных изгоев Помог им вновь встать на ноги И дал им надежду Дал им то, за что стоит сражаться Так же сделал и Сид Что ж, мне давно пора возвращаться После всего этого копания В песке мои старые кости просят пощады Тогда увидимся в убежище Когда доберешься туда Хорошенько отдохни, ты это заслужил Не упущу возможности Но сначала я прослежу за тем Чтобы Блэктерн получил этот драгоценный черный песок А то ведь ворчать будет Хм, действительно Хорошо Готов вернуться домой, дружок Ну погнали Какие же здесь быстрые загрузки Это просто офигеть Надеюсь, Блэктерн у этого хватит Вот прям вообще капец Честно Вот всегда бы так Во всех бы современных играх Только единственное, что хреново Оптимизация, конечно, говно Блэктерн У тебя есть всё, что нужно? Да Думаю, да Спасибо за звёздную пыль Для начала мне хватит Приятно иногда размять ноги Давай как-нибудь повторим, а? Ну что ж Я тогда начну работу Термостойкая обшивка Предупреждаю сразу Что это займёт некоторое время Если тебя ждут другие дела То займись ими Не стой над душой Спасибо, Блэктерн Я скажу, умеет, что ты этим занялся Хорошо, но это было просто Погуляли, отдохнули чуть-чуть Да, но это только начало, судя по всему Да Потому что выпусти пар один Называется Так, у меня тоже кое-какие дела есть Если что-нибудь нужно, позови Пойдём, сходим к этой вот застранке Подожди-ка, нам нужно, да Там с другой стороны обойти Тут же всё сложно Вот опять же, я уже говорю Не люблю такие хабы Когда персонажи прям Настолько далеко друг от друга Это прям очень плохо Типа, зачем? Что время найти? Что тут? Блин, нафига вы это делаете, разработчики, а? Ну, типа, я понимаю, расстояние какое-то должно быть Ну, блин, через полкарты нужно каждый раз бежать Ну, блин, это несерьёзно, абсолютно Давай, 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 давай Капец, вот реально столько нужно обойти Причём здесь-то ничего особенно интересного Это и нет в этой части локации Вот, не знаю, зафига-фига Просто время тратят и всё Растягивают прохождение скоты Радуйся, Блэктерн Он уже начал делать обшивку Отлично Осталось две запчасти Что на очереди? Дальше клапан На него пойдёт хлам, что оставили павшее Что-то из развалин? Разве те материалы можно обработать? О, так нам и не нужно Поясни По счастливой случайности есть один обломок Который вполне подойдёт нам как по форме, так и по размеру Вон та вот тебя направит Вон та вот? Ясно Её так и зовут? О, Сид Ты за клапаном? Да, меня присоломит Хорошо Сейчас покажу чертежи Здесь показан мифриловый двигатель В качестве топлива в нём используется мифрил Который при сгорании выделяет энергию для движения Излишек жара сбрасывается через распределитель деформации И рассеивается в окружающем воздухе Если бы мы полагались только на пассивную теплопроводимость обшивки Скорость накопления энергии быстро превысила бы коэффициент рассеивания Другими словами, механизм бы перегрелся и взорвался Поэтому нам нужен клапан Как видишь, он соединяется с обшивкой и работает как накопитель Впитывая лишний жар Эксперименты с керамикой павших продемонстрировали её замечательные термофильные свойства Она выдерживает куда более высокие температуры, чем современные материалы Более того, она водонепроницаемая и не подвержена ржавчине Эти качества для обшивки просто незаменимы Если внутрь попадёт морская или дождевая вода, она мгновенно испарится Расширение пара запустит цепную реакцию и весь корабль... Можешь не объяснять, суть я уловил Мид сказала, что мы можем использовать элементы развалин павших Где мне их искать? А, да-да, перевал Лоберта возле Лоствинга Дело в том, что мне, наверное, стоило организовать доставку чуть раньше Понимаешь, сейчас там поселился некий незваный гость Просто войти туда и набрать осколков уже не выйдет Теперь это сопряжено с весьма значительной опасностью Ясно, видимо, мне придётся разобраться с этим незваным гостем Это поможет? Естественно, спасибо, Сид Я соберу своих людей и мы сразу же туда отправимся Встретимся у развалин Хорошо, погнали Видимо, сначала нужно собрать кораблик, а потом мы, в общем-то, пойдём дальше по сюжету, да не раньше Ну, я уже подъезжаю Я забыл купить зелье, что самое печальное во всей этой истории Что там, враги ко мне идут, что ли, я не пойму Да, они идут Сейчас, секундочку, ребят, нужно кое-что исправить Вроде всё Пойдём О, вот и ты, Сид Большое спасибо, что пришёл Развалины, в общем-то, вон там Вероятно, и то существо тоже Не мог бы ты, так сказать... Конечно, скоро вернусь Ну, пойдём поглядим, чё там Надеюсь, там хоть аптечка есть одна Хотя постараемся без аптечек убить, да? Для разнообразия Есть кто живой? А, вот эта хрень Мы, это наш старый знакомый Это, видимо, и есть незваный гость Пора и честь знать Успел А, подожди, сейчас опиздюлюсь Ну-ка сюда иди Получилось, Сизичи Три-четыре тысячи Неплохо, неплохо Получилось Враг прикольный, кстати Богатый мувс, это достаточно Чего только для Мид не сделаешь Сид, слава богам, ты в порядке Теперь у вас проблем не будет Думаю, да Что ж, не будем тебя задерживать Прослежу за тем, чтобы материалы добрались до убежища Хорошо, скажу Мид, что вы скоро будете Ну, всё, очередное задание выполнено И Изичи Продолжаем выпускать пар, да? Ха-ха Я на месте Мид, Елена раздобыла обломок под клапан Скоро принесёт Прекрасно Ещё одна запчасть Осталась последняя? Да, точно, защита Ещё та загвоздка Почему? Благодаря обшивке двигатели не лопнут Но жара будет столько Что всё может вмиг загореться Нужна добротная защита Тюрьма для дыхания дракона Что будет рваться наружу Я думала использовать закалённую сталь в три слоя Или тот материал павших Но они слишком тяжёлые Если к обшивке и клапану добавить ещё больше веса К одну мы пойдём быстрее, чем успеем отчалить Нужно что-то лёгкое Но я уже голову сломала, чтобы взять Если бы я желал тайных знаний То пошёл бы известно кому Орфократу Фолианту? Да, но была такая мысль Тут всё подробно описано Отнеси ему Вдруг что скажет? Конечно Ну короче, я тут мальчик на побегушках Блин Орфократ Уделишь мне минутку? Для тебя, Клайв Время всегда найдётся На этот раз это для МИД Взгляни на это Защита для мифрилового двигателя? Что она ещё выдумает? А что там за заметки на полях? Ей нужны особые материалы Защита должна выдерживать Очень сильный жар изнутри Но снаружи оставаться Достаточно холодной Чтобы корабль не загорелся Вес тоже важен Чтобы она не стала балластом Думаю, ты понимаешь Что такие требования Выполнить совсем непросто Ясно Хотел спросить Не попадалось ли тебе Что-нибудь подобное Или может В записях найдётся? Хм Возможно, ей нужен Не новый материал А новый подход к старому? О чём это ты? Мы живём на озере Поражённом мором Такая вода разъедает И дерево, и железо Куда быстрее, чем обычная Даже морская Но мы смогли построить Себе здесь дом Из тех же самых материалов Смогли Однако Бардельфу Приходится обрабатывать Каждую доску дважды А Болл жалуется Что ему вечно Не хватает смолы Ясно В древних грегорианских сказаниях Упоминается некая лунная роса Говорят, её не берёт Даже самое яростное пламя До того, как драгуны Приручили змеев и виверн Аристократы обливали Этой смесью стены Своих замков Чтобы защитить их от драконов Если такую воссоздать Её можно будет нанести На какой угодно материал И МИД получит то, что ей нужно А уж что брать И как наносить Думаю, здесь вам скорее Помогут Бардельф и Абол Я поговорю с ними Посмотрим, какие у них будут предложения Если ты любезно согласишься Добыть необходимые ингредиенты Я тоже присоединюсь К обсуждению того Как наиболее эффективно Использовать эту смесь Знания из прошлого Могут пригодиться И в современном мире Спасибо, Арфакрат Я слышал, что ты просишь Других о помощи Мне она тоже не помешает Чё, опять цветы собирать Или какую-нибудь хрень Ещё сейчас идти? Не? Сам не справишься? Вряд ли Мне нужно купить на рынке Кое-какие ингредиенты И тут пригодится помощь в выборе И компания Нужно будет ещё поискать сведения о том Какой должна быть сама обшивка Так ты нам поможешь? Конечно Ну, не буду мешать Джилл Спасибо Вы, обе юны, прекрасны и отличаетесь острым умом Который поможет мне в поисках Веряю решению о том Кто и куда отправится тебе, Клайв Сегодня бегать непросто до жопы Ну что, Клайв, ты решил? Кто составит тебе компанию в этой вылазке? Ну конечно, Джилл Отлично Итак, что нам нужно найти? Я взял на себя смелость составить список Держи Яйца белых чокобо? Орехи пепео? Ты ничего не перепутал? Какое это всё очень съедобное Я думала, там будут какие-нибудь редкие Экзотические снадобья Эти ингредиенты кажутся совершенно обычными Но у них есть скрытые эффекты Которые ранее крайне высоко ценились А сейчас забыты В какой-то момент Некоторые из них практически исчезли Из-за чего лунную росу перестали производить Сейчас же их вновь в изобилии Можно найти где угодно Рекомендую отправиться на рынок в Нортридже Вот как Я в любом случае собиралась в Нортридж Как соберёшься, найди меня Хорошо, до встречи Удачи вам И тебе, Тарья Ну пойдём давайте За покупками в этот раз Да ёперный театр Куда нам идти? Сюда, в Нортридж Хорошо, погнали Давайте быстрее с этим закончим Ты понимаешь, это отдых после эпика Ну блин, он слишком затянулся Я хочу ещё Хочу ещё Мочилова Давайте А где Джилл? Да хрен его знает Стоп, нашлись Чё-нибудь есть тут? Смотри, оружие Ну это типа похуже Хуже Всё стабильно Хуже Это у меня есть Это всё есть Надо зелье купить, кстати, да Вон там она, с другой стороны Как идёт охота за ингредиентами Ой, я ещё и не начинала Но уверена, что на этих прилавках точно найдётся всё необходимое Давай разделимся и посмотрим Каждому по паре строчек списка Давай, что мне искать? Можешь посмотреть, где тут продают орехи пепио и чеснок А я поищу всё остальное Встретимся у ворот, когда закончим А, ладно Тут получается чеснок и орехи Чеснок давайте И там орешки Да, где мы покупали зелье, я так понимаю Нет, здесь Вот и всё Посмотрим, как там Джилл Ну как, всё нашёл? Да, вот Чеснок и орехи пепио Отлично Теперь орфократ должен как-то превратить это в ту штуку для защиты двигателя МИД Хочешь сначала прогуляемся, а потом уже домой? Спасибо, что взял меня с собой Приятно сменить обстановку Да уж, отвлечься от боёв, раны, крови Всегда полезно Это место навевает воспоминания о детстве Помнишь, как мы ходили по торговой улице Розалита? Глазели на прилавке, вдыхали ароматы? То, что тогда торгал творил, забыть невозможно Помнишь, как он колбасу чуял за версту и убегал на запах, а мы пытались его догнать? Сейчас ты тебя не поймаешь, да, малыш? Тебе ничего для себя не нужно купить, раз уж мы здесь? Кое-что можно, да Молли мне сказала, что тут есть местечко с очень вкусными пирогами Вот подумала, что могла бы перекусить Можно, спасибо А ещё я тут видела хлеб Большие белые булки Прямо как у пекаря Из Розалито были Что думаешь? Я сначала хотела супа взять и макать их Но потом попробовала у мясника ветчины И это было просто Теперь я есть хочу, суки Что это с тобой? Извини Я просто Да, ты прав Здесь я снова чувствую себя, как в детстве Клайв Разве плохо радоваться таким вещам? Нет, Джо Это и есть настоящая жизнь Когда мы выполним свой долг Такое будет и наше Мы сможем сами решать, как нам жить Надеюсь Спасибо, Клайв Ну давайте уже целуйтесь Её по вашу за ногу Ну чё вы там это ждёте всё время, а? Вас надо, блин, подталкивать к этому, я не пойму Разок не получилось Чё теперь руки опускать? Что ж, наверное, нам пора домой Я отдам наши покупки Арфократу и Тарье Увидимся в убежище Береги себя Постараюсь И ты тоже Ну, миленькие моменты Такие приятные Не бесят, но просто, типа, ну Затянулся у нас перекур уже Ну и беготня туда-сюда достала уже Я надеюсь, это всё И больше нам ничего не нужно И дальше начнётся нормальное Такое большое задание, да? Правда ведь? Интересно, как там Арфократ и его лунная роса? Как продвигается работа над защитой Арфократ? Весьма неплохо И не в последнюю очередь Благодаря вашей помощи Я как раз объяснял Тарье Тонкости процесса приготовления лунной росы Теперь у нас есть всё необходимое И мы можем начать Можете на меня положиться Уж я-то в загадочных снадобьях знаю толк Это точно А что насчёт самой обшивки? Бардальф и Абол внимательно следят за ходом работы Думаю, им осталось уже немного Спасибо Спасибо вам всем Ну ладно, Джилл, не поможешь мне в лазарете? В четыре руки любая работа спорится? Конечно О, и Клайв Спасибо Спасибо Было очень приятно Просто побыть с тобой Кажется, наша работа здесь практически завершена Жаль, в кои-то веки довелось поработать руками, а не головой Когда лунная роса будет готова Нанести её на обшивку Будет лишь делом времени Времени многократных экспериментов и испытаний, конечно же Возможно, стоит предупредить об этом Я этим займусь Спасибо, Арфократ Кстати У нас там Что ж Можно порадовать мид хорошими новостями Сейчас, знаешь, что нужно сделать? Бэм-бэм Характеристики Да блин, давай быстрее Вот это вот качаем Всё до максимума прокачали Теперь у нас больше слотов, да? Ну, этой ярости Ячеек ярости Как правильно, хрен его знает Ну всё, я пошёл, добегу, включусь А то это просто пустая трата времени А, кстати, да Здесь кое-что есть у нас По идее Там у нас очередная награда Да, символ Многие заявляют, что готовы изменить мир Но мало кто подтверждает свои слова делами Вы вдохновляете всех нас Отлично Что-то ещё там есть? Да, новые всё-таки появляются, видишь? Угу, хорошо, разберёмся Прости, что задержался Зато работа над защитой уже начата Вы что-то подобрали? Можно так сказать Арфакрат вспомнил о материале, что почти не пропускает жары Тебе его должно хватить Наш сказитель проследит за работой и проверками Отлично Ты никогда не подводишь? А что я? Просто посыльный Ладно, осталось понять, как собрать всю конструкцию К чёрному молоту Когда я занялся кузнечным делом То думал, что буду ковать мечи и щиты А не тот ваш тепловой, как там его Распределитель Не важно Как ни называй, здесь собирать не будем Итак, место малое Пойдём-ка наружу Мид, разложи детали на палубе А дальше я сам Уже бегу И найди мне самый большой молот Тут явно придётся лупить поточнее Спустя некоторое время Готов Наконец-то готов Не поспоришь Рука будет болеть пару недель Спасибо Клайву Блэктерну Да всем Один есть, осталось три Что, прости? Я не сказала? У Энтерпрайза четыре двигателя И распределитель нужен для каждого И ты хочешь Не волнуйся Поэтому образцы люди в Канвере Соберут всё сами Что ж, удачи А я пойду руку подвяжу Если что понадобится Меня не тревожьте Что такое? Да так, просто замечталась О том, как пойдём на Энтерпрайзе К неизведанным берегам Будем искать землю, нетронутую мором Как и хотелось нам с отцом Получить шанс выжить Даже если всё закончится худо И оба близнеца целиком почернеют Вот что символизирует этот корабль Последний шанс на крайний случай А теперь он почти готов И я вдруг поняла, что не хочу таких ограничений Не хочу думать о нём, как о шлюпке Что спасёт в трудный миг Я хочу Чтобы мы были на нём по своему выбору А не за его отсутствие В мире, где не просто пытаемся выжить А по-настоящему живём Я к тому и стремлюсь И постараюсь исполнить твоё желание Как и всегда Ладно, решено Как только Энтерпрайз спустят на воду Ты станешь его капитаном Действуем по твоему плану Ты уверена? Думается, отец поддержал бы меня И гордился тобой Ты же собираешься к нему на могилу? Да, теперь и ты можешь пойти Раз проект завершён Ага Только Ещё кое-что доделаю Я быстро Хорошо, скажу Отто, что ты с нами Встретимся в трапезной Есть, капитан А, подожди, не туды Это, получается, он у нас где А, он у нас там Стоять Чё-то я в другую сторону побежал Ну что, Клайв, как дела? Мид ещё не надоело гонять половину убежища По разным уголкам близнецов Она на всё готова Лишь бы на могилу отца не идти Но теперь-то отговорки кончились Не совсем Она сказала, что ей нужно доделать какую-то штуку Ну, думаю, скоро закончат Прямо так сказала? Этими словами? Да, что? Клайв Ты как вчера родился? Нет никакой штуки Она сейчас пойдёт уже на полпути в Канвер Мид Я могу попробовать её догнать Подожди, чё там? Смотри, это чё такое? Абол Ты Мид не видел? Видел Она на лодке вон туда направилась Значит, я опоздал Сегодня Все бесконечно куда-то спешат Я предложил её перевезти Так она отказалась Заплатила за лодку и сама погребла Только вёсла мелькали Вожжа под хвост попала, а? Но, кстати, я и так направлялся к вам по случаю У меня для тебя письмо Судя по всему важное Его принёс солдат твоего дяди И наказал предать тебе так скоро, как только смогу А тут ты и сам заявился Спасибо, Абол Не за что Ну что там, дядя? Мальчик мой Поход в Канвер увенчался Оглушительным успехом Друг, о котором я говорил Поделился с нами не только Содержимым своих сундуков Но и обширными знаниями о том Что происходит в свободных городах Особое внимание привлекли сведения Об одной твоей юной знакомой Лично я считаю Энтерпрайз Крайне перспективным проектом Однако власти Канвера Вряд ли обрадуются Когда узнают, что госпожа Теламон Самовольничает в местных доках Пусть они давно заброшены Раз уж слухи дошли до моего друга Мне ровен час и главы гильдии Начнут стучаться на порог По такому случаю прошу на пару месяцев Одолжить мне твоего Гэва Чтобы тот Следил за развитием событий И мог предупредить о готовящемся нападении Надеюсь, ты с пониманием отнесёшься К этой небольшой просьбе Твой любящий дядюшка Байрон О, в Канвере беда Что ж Мне как раз нужен кто-то Чтобы следить за Мид Это что же, Мид заставила нас Сделать всю грязную работу И умолча ушла на лодке в закат? Похоже на то И мы ничего не сможем с этим поделать Но когда в следующий раз Соберёшься навестить Сида Лучше привяжи её к чему-нибудь А потом уже предлагай Не надо слишком уж на неё ругаться Должен признать, что работа Хоть и грязная, но интересная Она как-то нас сплотила Как тогда Когда мы строили убежище Да, ты прав Ладно, давайте выдвигаться К старому убежищу Мне бы в Канвер как-нибудь побыстрее Не стоит заставлять лорда Росфилда Из семи благородных домов ждать Верно же? Особенно после того Как он лично меня призвал Геф отправится со мной Присмотришь туда всем Пока нас не будет Я тебя не подведу Обязательно передайте Сиду И остальным привет, хорошо? А, кстати, с нами и Джилл пойдёт У неё тоже какие-то дела в Канвере Встретимся с ней там Надеюсь Хоть она нам не врёт Ну и чё? Ну типа я уже здесь Какого хрена А, типа тут где-то что-то рядом ещё есть Не пойму Наследие Сида Центральный Сторм Сида Сида Что ж, Сид Я помню твои слова Если никто тебя не слушает То можно и не говорить Но я всё же кое-что скажу Хьюго Кубка мёртв И больше нас не побеспокоит Жаль, что Феникс не может быть в двух местах сразу Вдруг он смог бы вернуть тех, кого мы потеряли Даже Феникс не способен воскресить мёртвых У жизни есть начало и конец Пока можем, будем жить И не в рабстве у Кристаллов А как свободные люди Мы не помешаем? Леди Харон Какой приятный сюрприз Вот решила проверить Как вы прежде чем отправляться за припасами Я не могу что-то провести Тут и раньше не было особо красиво, а теперь стало еще хуже. Да, мор расползается все дальше. Скоро такие пейзажи будут повсюду. Так что наша цель неизменна. Мы не успокоимся, пока последний кристалл не прекратит поглощать эфир. На Сторме остался лишь хвост дракона и кристальный доминион. К нему и пойдем. Посетим Твинсайд. Сейчас этот город — столица империи. Страшно подумать, как тщательно его охраняют. Тебя это не остановит, но для начала все же стоит провести разведку. Не спорю, стоит. Раз вы направляетесь в доминион, возьмите с собой этого увольня. Гетце? Забыл, что на близнецах за твою голову назначена награда? С Гетцем вы можете прикинуться слугами странствующего торговца. Или есть другие идеи. Ты же хотел прикупить инструментов. Вот и шанс подвернулся. Ты отпустишь меня? Сними. О, спасибо, бабуля. Хватит, великан. Все кости мне переломаешь. Из доминиона к рынкам Боклада и обратно ходит караван гильдии купцов. Если покажете им Гетца в пропуск торговца, вас должны взять с собой. Так уж точно будет намного меньше риска, чем топать кристальной дорогой. Спасибо, Харон. Я рад, что ты будешь с нами, Гетц. Ну ладно, я тогда соберусь и пойду. Увидимся в Бокладе. Пусти, пальцем больно. Джилл, ты со мной. Хорошо. Геф. Уже бегу, капитан. Будь осторожен. Как и всегда. Видишь, Сид? Твой протеже вполне достоин зваться беззаконником. Ну небо, конечно, мыльное, трындец. Жесть. Патчи мы так и не дождемся, короче. Приходится ждать только порт. Восточная Дальмекия. А вот здесь как раз таки и есть. Тоса та самая охота должна быть. Вот о чем я и говорил, пока еще нельзя сюда было попасть раньше. Ну, мы туда пойдем уже в следующей серии. Спасибо, что смотрели, ребят. Не забывайте тыкать пальчики вверх, комментируйте, даже подписываться на канал, на телегу. Подписывайтесь, там новости канала. Подписывайтесь на Твич, там, короче... А, нельзя... Стоп! В смысле? Как ты себя чувствуешь? Лучше. Спасибо, Тарья. Рад это слышать. Торгал тоже помогал, да, малыш? Так, погоди-ка, а что нельзя сохраниться-то, нифига? А вот теперь можно. Теперь все. Всем спасибо, ребята. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»